Главной целью всей работы сообщества родителей Одинцовского района является создание максимально комфортных условий для пребывания детей в школьных и дошкольных учреждениях, а также налаживание конструктивного диалога между тремя гранями образовательного треугольника – педагог-ребёнок-родитель. На очередном заседании сообщества обсудили ряд важных вопросов. Как всегда, самые актуальные, самые важные вопросы сегодня будут подниматься родителями. Это вопросы питания в школьных столовых и в детских садах, это вопросы охраны и безопасности в образовательных учреждениях, а также, наверное, мы хотим обсудить вопросы, связанные с досугом наших детей, что нужно сделать для того, чтобы жизнь наших детей была наполнена ещё больше интересными, какими-то полезными и замечательными событиями. На встрече были гости к руководителю Одинцовского центра сопровождения. Было адресовано больше всего вопросов. Психолог заверил обеспокоенных родителей, что атмосфера в учреждениях образования позитивная. Вспышек агрессии среди учащихся не зафиксировано. У нас в районе люди проживают активной жизненной позицией. И это прям вот видно, они горят своими школами, своими детьми. И вопросы насущные, они знают, что в школах делается. Это вообще здорово, когда в школе есть такие помощники для учителей, для администрации и своим детям. Одна из ключевых тем заседания – работа системой безопасности в школах района. В этом направлении родители ведут активную работу совместно с управлением образования, указывая на недостатки и выделяя слабые стороны. Перед началом февраля много звонков поступает на горячую линию сообщества. Родители интересуют правила подачи документов на поступление в первый класс, закрепление школ за определенными территориями. Первое февраля такой сложный день будет для многих родителей. И хочется, чтобы, ну, скажем так, прошло это менее нервно, менее болезненно, чтобы, в общем, у всех людей была полная информация, как эта процедура начнется и пройдет, какие нужны документы, какой будет регламент. Ну и, соответственно, все знали, к какой школе относится их ребенок. Звонят не только с этим вопросом. Мам и пап района беспокоят все, что касается их детей. Ведь в школе они проводят основную часть своего времени. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Тост.